Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и я продолжаю показывать красивейшие шахматные атаки в истории. Итак, Бухаэс 2001 года, белыми играет Михаил Голубев против Владимира Подинича. Партия начинается ходом Е4 и на доске возникает сицилианская защита Вэйан Паульсина. Черные пока не спешат захватывать центр, готовят контратаковать его фигурами. Белые делают короткую рокировку, черные выскакивают конем на поле Е5. Белые пока прикрывают поле Ж4 пешкой и после выхода слона на поле С5 заранее отводят короля в угол доски. Черные укрепляют фигуры в центре и белые начинают атаку путем Ф4. Колин вступает из-под боя, ферзь Е1, защищая слона и подводя ферзя поближе к королевскому флангу. Черные, как ни в чем не бывало, делают короткую рокировку и в этот момент Михаил Голубев начинает атаку на черного короля ходом Ф4-Ф5. Конечно, этот ход обоюдоострый, потому что теперь у черного коня идеальное поле в центре на Е5, но белые продолжают атаку. Вбрасывают ферзя на Х4, черные идут на ферзьевом фланге и здесь следует очень провокационное жертва качества. Ладья Ф3, подставляя ладью сразу под бой черного скакуна. Забегая вперед, хочу сказать, что взятие ладьи это не сильнейшее продолжение, но на практике очень сложно отказаться от идеи побить ладью конем, тем более ладья готовы перейти на поле Ж3 и атаковать по этой линии черного короля. Скажу сразу, что сильнейшее за черных это взятие на поле Ф5 и уже после ответного взятия принятие жертвы качества. После этого черный выводит слона на большую диагональ, белые играют ладья Ж1, атакуя по открытой линии и здесь необходимо заранее предусмотреть ответ. Слон бьет Ф3, вскрывая позицию черного короля. Здесь белые обязаны понимать жертву слона, поскольку отступление короля на поле Х2 даже проигрывает партию после хода в ферзь Е7, атакуя слона на поле Е3. Белые вроде бы нападают на мат в один ход, но следует ход в ферзь Е5, связывая белого ферзя и выясняется, что слон Ф4 тоже не помогает, потому что конь Ж4 шаг, перекрывая действия тяжелых фигур, после чего черные забирают коня на Д4 и получают выигрышную позицию. Поэтому после взятия на Ф3 белые обязаны бить конем, тогда черные забирают слоном на Е3, атакуют ладью, следует ферзь Бет Ф6, слон Бет Ж1, ферзь отступает из-под боя, связываем коня, ну и вот такая вот примерно может возникнуть позиция с небольшим перевесом на стороне черных, все-таки у черных аж целых два лишних качества, но конечно борьба еще продолжается и на практике белые вполне могут рассчитывать на положительный результат. Но мы с вами возвращаемся в партию. В партии Владимир Падинич решил принять жертву качества, побил на Ф3 конем, последовало взятие пешкой и теперь главная идея белых это как можно быстрее подвести ладью на открытую линию и начать прямой наводкой бить на черного короля. Черные решили воспрепятствовать этой идее ходом в ферзь Б6, атакуя коня в центре доски, но не тут так было. Михаила было уже не остановить, не обращая внимания на подвисающую фигуру в центре, Михаил играет ладья Ж1, устанавливая ладью прямо напротив черного короля. Ну что ж, Владимир забирает коня в центре доски, казалось бы этот ход помогает слону подключиться к защите, но не тут то было. Е4, Е5, сброс пешки с идеей открыть диагональ для белопольного слона и в некоторых вариантах освободить поле Е4 для подключения через это поле коня к атаке. Теперь взятие пешки на Е5 ни к чему хорошему не приводит, белые пробивают на Ж7, объявляют шаг слоном, еще шаг и форсированно ставят мат по черным полям. Так что брать взятие пешки не годится, взятие слона допускает взятие ферзя, это тоже не годится. Поэтому Владимир забирает слона на поле Е3, это уже две лишние фигуры и здесь Голубев жертвует ладью на поле Ж7, вскрывая позицию короля. В случае взятия ладьи заготовлено взятие коня с шахом, потом взятие пешки с угрозой мата в один ход и на ход Х6, ферзь Е4 и от мата по белой диагонали у черных просто нет защиты. В партии король отступает в угол заранее, не забирая ладью, но следует ладья в вид Х7. Ладья упорно приносит себя в жертву, здесь уже брать обязательно и после хода Ф6 у черных нет защиты от взятия коня с матом на поле Х7. Такая вот короткая, но очень поучительная партия на тему подключения фигур к атаке.